это на вот этот фотик и все они уже практически исчерпали свой срок службы там еще батарейки на камеры вот еще одним вот вот эти хорошие рабочие батарейки что мы сделаем мы сделаем сначала ответим на ваши вопросы телефоны все надо заряжать усом усом так разряжается аккумулятор аккумулятор разряжается источника безбереводного питания тоже надо менять так сегодня записал с машины с этого с регистратора на машине так ну что запускаем сафори елена петер пишет нужно мне посушить абрикосы самой а то купила однажды стала мыть они такой как белая оберткой посыпаны что ли спасибо за видео про пшеницу тоже значит обрабатывают по-моему серой обрабатывают окуривают серы для того чтобы сухофрукты не ела там моли прочее там вредители поэтому они будут вас с серой при этом они сохраняют свой товарный вид но вот насколько это куча серы которая попадает в организм не знаю насколько это все полезно федор наволочкин пишет вы видели видео где увайдер очень хвалил меня и говорил что вам нужно даже памятник поставить я с ним согласен могу ссылку дать если захотите вы же действительно в народной медицине первопроходец ну нельзя назвать что я первопроходец народной медицины на то на народное что здесь уже протоптало огромное количество тропинок и и и целых трактов огромное количество людей именитых и безымянных и так лет 30 назад или чуть меньше прочитал ваши книги самые первые четыре четыре книги меня они спасли ну вот есть информация вот информация давно 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 есть просто она была там разбросана да и сейчас там очень много разбросана ну вот проделайте работу соберите ну вот я сделал такую собрал примерно прикинул как это должно работать опираясь на законы физиологии что мы в этих книгах делаем я еще разок повторяю любая болезнь есть отклонение в работе организма от нормальной работы из-за того что жидкости стали совершенно иные нежели те которые должны быть их надо нормализовать надо нормализовать как раз вот очистительные процедуры далее работу органов надо нормализовать надо нормализовать опять таки здесь и чистки и правильное питание для того чтобы наладить работу органов чтобы они работали так как надо потому что любой сбой любая болезнь к чему приводит она приводит прежде всего к загрязнению внутренней среды и сбою в работе органов и в целом это организм из баланса вот это мы все сделаем и все эти болезни знаете вот так не надо целенаправленно там против гипертонии бороться там против там грубо говоря там запоров против прыщей и так далее так далее нормализуйте нормализуйте работу организма и все будет и вот они меня спасли вот почему они спасают и все современные целители наверное тоже по вашим книгам учились или даже лечились не скрою я в свое время когда был в Самаре на съезде целителей ко мне многие подходили целители и говорили что начали заниматься по моим книгам а далее вот они как бы что-то там свое придумали ну так было я сам был удивлен сколько все-таки надо труда было вам затратить чтобы собрать систематизировать и объединить все разные знания в этих книгах да вас же ничего такого не было здоровьем и спасибо за труд знаете вот можно так сказать раньше вот раньше для того чтобы появился автомобиль автомобиль появился должно было изобретено быть колесо далее придумано телега далее придуман движок далее там придуманы рессоры и в конце концов все вот это вот должно было бы объединено быть в нечто целое что в конце концов встает автомобиль вот примерно так и я это сделаю ну вот исходя из того что любая болезнь любое расстройство ведет к значит извращение внутренней среди организма и разладке работы органов все вот это вот мы делаем то есть вроде как ничего сложного нет вот это мы делаем и все остальное становится на свои места ну не так то просто где то надо паразитов погонять где то надо с умом поработать где то надо с питанием поработать так вот Елена Петер пишет тройчатка меняет травы она пишет следующее так видео пересматриваю второй раз что то да не услышишь я сделал очень много видосов в которых в которых рассказал очень важный материал на самые разные темы но если вот человек интересуется темой самоздоровления то желательно все это дело пересматривать и что то он найдет то есть нету такого чтобы знаете вот все было как то вот собрано крупицы знания разбросаны по разным видосам поэтому я лично вот занимаясь гравитационной гимнастикой я практически пересмотрел все и прочитал все что на эту тему поэтому что то что то и получается тяжело к понятию я стараюсь аудиокниги слушать я продолжаю работать над аудиокнигой дело идет к концу сейчас где то будет выставлена по моему первая часть вся будет выставлена и у меня останется вторая часть это создание собственной системы оздоровления и тут как бы сказать я буду свободен то есть я начну заниматься некоторыми своими делами вот Валерий пишет как же мы прочитали быстро пользоваться так написано по хорошенько забыл в 1997 году был я про себя сейчас по другому благодаря благодарю за озвучку останется на века я так понимаю книга останется на века вы знаете я вот как то не был склонен к тому чтобы озвучивать свои книги может я еще сделаю сделаю мне особо не хочется но тем не менее я благодарен Владиславу Исаеву за то что он сказал это же действительно ваш голос останется там кому надо тот будет слушать ну останется так останется так добрый день петрович люблю чистить печень как вы рекомендуете в ваших книгах наливку о масле лимонном соке хочу попробовать почистить печень маслом расторопши масло живот только надавлено как вы считаете можно почистить печень ну я написал что в основном масло расторопши используется для того чтобы восстанавливать клетки печени то есть оно не используется для того чтобы очищать печень важно использовать масло которое вызовет просто-напросто желчевонный эффект ну конечно можно попробовать использовать и масло расторопши но я думаю что это будет довольно таки дорогим занятием то есть лучше всего оливковое масло использовать для этого а уже потом можно использовать допустим по чайной по столовой ложке раз в день утром натощак примерно недели две-три пить масло расторопши для того чтобы вот эти все клеточки печени лучше восстанавливались я думаю что риска никакого нет если вы будете использовать масло расторопши для очищения печени ну как-то вот она не применяется санно бар петрович у вас дар целителя народного на самом высоком уровне я думаю и многие так считают это настоящий ас лечение голодом и уринотерапии с 40 годами я вылечил свои многие болячки благодаря вашим книгам можно ли с вами связаться как применять урину и лечение голодом если человек болен гипертонической болезнью хронической глумеролонефрит я сказал что поговорим в видосе и как раз вот этот вот видос и настал вот смотрите если у человека хронический глумеролонефрит это скорее всего следствие этого заболевания это уже гипертония то есть для того чтобы избавиться от гипертонии необходимо нормализовать вот этот глумеролонефрит хронический хронический глумеролонефрит вот если посмотреть как правило поддерживается течением какой-то инфекции то есть имеется инфекция которая сидит в почках вообще сидит в организме и вот это вот вызывает сбой в работе почек этот сбой естественно так как почки они связанные с кровообращением естественно они влияют на кровообращение в целом и это приводит вот к повышению кровяного давления поэтому в данном случае в данном случае в данном случае в данном случае необходимо раскрутить цепочку причин и следствия вот допустим до хронического глумеролонефрита что-то было допустим что ангины прыщи чири то есть была какая-то инфекция скорее всего гнояродная вот была какая-то простуда вот это все все знаете дало следствие и пошло поехало значит необходимо начинать с того чтобы вот сначала разобраться что это была ангина не ангина и так далее то есть на примерно так сказать понимать на какую инфекцию надо надавить для того чтобы убрать из организма и все пойдет потихонечку то есть когда мы воздействуем с вами на первопричину то вот этот клубочек весь распутывается а тут мы сейчас смотрим вот этот клубок с самого конца клубок это у нас гипертония и уже от гипертонии там значит мы пытаемся что-то решить с гипертонией насильно хотя на первопричину мы не воздействуем мы просто не воздействуем на первопричину и значит у нас это все как было так и продолжается так Егор Гудини метод бутейка волевая ликвидация глубокого дыхания я здесь сижу в позе лотоса и Егор вот интересно написал так йох правословно Геннадий Петрович в жизни нигде не работал он только асанами занимался хотя и не зря если бы на шахте работал ему не до асаны до дыхания до койки до полости до и не до жить бы до старости с геморроем своим вот я только что сделал видео ближайшее одно из ближайших видео это о том что когда человек не знает другого жизнь другого и он видит что он сейчас вот видит как бы сказать опять таки он не видит ни причины ни следствия ни тот труд который был вложен и он все это так сказать вот вот вы тут в тепличных условиях кто же меня знает кто же меня знает а это описал и в книге что путь для того чтобы вот оказаться здесь среди мониторов я ни в коем случае не хочу сказать что знаете вот какой-то труд плохой я занимался буквально таки ну вот всеми и даже уголь рубил то есть вот провозили уголь печка была у нас топилась углем вот такие глутки эти глутки они в печку не влезут их надо разбить я брал молоточек одевал очки потому что все это летело и бил 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 для того чтобы вот этот антрацит можно потом было им топить печку вот значит вот сейчас вы видите вот это все да никто мне не давал никаких поблажек это все итог моего собственного труда целенаправленного труда который вот булился в это у меня семья в восемьдесят втором году образовалась восемьдесят первом в восемьдесят втором родился ребенок естественно естественно надо было хоть и жена прекрасно там работала она хорошо заработала естественно мне надо было заботиться о своей семье и одновременно же одновременно же надо ну я так считал надо было находить время вот знаете вот забота о семье это одно так сказать бытовые нужды бытовые обслуживания это одно вот это то время на которое надо уделить иначе просто действительно тебе нечего будет покушать дом будет нетопленный вода не ношена и прочее прочее то есть быта никакого их скорее всего от тебя там уйдут сбежит жена и так далее то есть никто поблажек не давал надо было делать семейные дела и надо было находить время заниматься собой потому что я в свое время пройдя по медицинским учреждениям понял простую истину твое здоровье интересует только тебя одного а все остальное все остальное даже если люди стараются и по знакомству делают но без понятия причины и следствия они по доброте душевые душевные такое тебе сделают что потом ты будешь инвалидом так что прошел я через это знаю вот так что пришлось мне и поработать и настройки и копать и кладь стенки и печки чистить да много мне там что пришлось понимаете вот все было руки и голова работает для того чтобы чтобы поставить себя по отношению по отношению к этой жизни вот таким образом как я сейчас нахожусь чтобы было время и там для сан было время и для заработка и так далее так далее так далее а не просто опять таки вот то что мы сейчас видим и все это говорим если вспомнить ну я понимаю что для того чтобы человек созрел он должен знаете многими вещами перезаниматься для того чтобы у него сложилось свое собственное понятие что такое жизнь и что такое твое место в этой жизни так что доползти до кровати и так далее до койки и так далее и это все это было все было все было и вот для того чтобы просто знаете я не занимался какой-то деятельностью которая знаете вот именно действительно что ты вот выложился едва дополз до койки завтра за тебя опять все это же ждет то то что тебя знаете подавляет твое человеческое начало вот вот считают что ты только вот так можешь работать и все и больше никак вот это все привело к тому что голова то начала работать что ж ты будешь тут заниматься только вот такими делами чтоб едва до койки доползти и так далее до старости дожить или еще до пенсионного возраста это говорит о действительно раскрытии у человека мировоззрения о работе над собой все мы все мы вот если взять людей никто сразу не становится ни академиком там не еще там кем-то таким знаете знаменитым там с деньгами и так далее у всех своя школа жизни и вот во время этой школы жизни как раз человек учится если он учится и его поучили вот такой вот работой когда он до койки только там доползает голова у него работает чтобы вот этого больше не было я хочу совершенно другого и для этого я делаю вот то-то 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 а если вот этого понятия нету то знаете вот и и тогда вот в конце концов знаете вот какое то сожалению получается вот я работал тяжело работал вот это рада так это это да все мы тяжело работаем и но надо все голову подключать для того чтобы чтобы самому себе жизнь облегчить Как-то ее сделать интереснее Насыщеннее Ну я лично так думаю А вот оказывается Егор Гудин А он думает несколько по другому И он думает что вот так вот этот самый У меня все там на готовом Нет ну ладно На этом мы и закончим С вами Видосик Субтитры сделал DimaTorzok